Горная система с красивым названием Алтай широко раскинулась на границы России, Китая, Монголии и Казахстана. Высокие хребты со снежными вершинами и темными пещерами разделяют глубокие бурные реки, обширные равнины и чистейшие озера. Это место контрастов и настоящая мозаика из разных участков со своими растениями, животными и народностями. Здесь сосредоточены основные зоны альпийской растительности. Тут можно встретить степь, лесостепь, смешанные леса, субальпийский и альпийский пояса. А еще в этих районах живут редкие животные, такие как ирбис и алтайский горный баран Аргалин. Благодаря уникальному разнообразию ландшафтов, растений и животных, В 1998 году ЮНЕСКО занесло три участка алтайских гор на территории России в список всемирного наследия. Эти районы получили название «Золотые горы Алтая». Горный Алтай похож на место из прошлого. Здесь почти нигде нет интернета. Вода в ручьях прозрачна, воздух чист, а ночью удивительно тихо, и в небе можно увидеть миллиарды звезд. Самая высокая гора Алтая – Белуха. Считается у местных жителей священной. Они верят, что на нее подниматься нельзя. Хотя альпинисты со всех концов мира любят это правило нарушать. Своей формой гора напоминает огромную ледяную стену, а из ледника у подножия Белухи вытекает крупнейшая алтайская река Катуни. Гостям на Алтае рады круглый год. Зимой здесь можно кататься на лыжах, летом ходить в походы и сплавляться по горным рекам. А осенью местные деревья становятся золотистыми, а Катунь – бирюзовый.